У нас без всяких протестов. Помните, как этим летом обнуляли сроки президента Путина? Так вот, план постепенно притворяется в жизнь. Поэтому сегодня особенно продуктивный день у Государственной Думы. Депутаты рассматривают сразу несколько законопроектов, которые гарантируют, что Путин останется с нами еще на долгие годы. Для начала сенаторы и депутаты внесли инициативу, которая, собственно, и обеспечит нынешнему президенту возможность снова идти на выборы. Затем законопроект о пожизненных сенаторах. Такой статус, согласно документу, сможет, как раз, получить президент уже после всех своих сроков. То есть оставаться во власти буквально до последнего дня. Ну и, наконец, чтобы закрепить и обезопасить бывшего президента закон о гарантиях неприкосновенности. Он фактически разрешает совершать некоторые преступления, возможно, совершенно безнаказанно. Первый из этой тройки законопроектов только вот внесли на рассмотрение. Впрочем, нет сомнений, что его примут, как вы понимаете, а последние два уже прошли первое чтение. Против инициативы о неприкосновенности бывших президентов выступили депутаты КПРФ. Им это не помешало. В ответ полпредпрезидента в Госдуме Гарри Минха предложил коммунистам сложить полномочия. Ну, действительно, что бузить. Что весь этот вал законов говорит о происходящем в российской власти, давайте обсудим с нашим гостем на связи в студии «Дождя» политолог Глеб Павловский. Глеб Олегович, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, скажите, с одной стороны, да, все ожидаемо. Обнулили еще летом Путина, Конституцию. Но, тем не менее, вдруг мы видим такие законопроекты перед нами, перед нашим главным. О чем это говорит? Это все действительно делается под Путина или это просто такой символический акт? Ну, как-то может быть символический акт, если это про Путина. Это же законы специально про одного человека, одного единственного на самом деле. Медведев здесь в счет не идет. Это очень такой красивый закон. Он не имеет никакого практического смысла. Потому что мы же с вами понимаем, что в случае какой-то революции, переворота и так далее, все эти законы не стоят ничего. Просто, ну, все равно, что как адвокаты вешают на стенку свой диплом. Ну, вот будет висеть на стене такой закон, что президента не трогать. Как по газонам не ходить. По президентам не ходить. Ну, там даже получается, что бывший президент имеет право на целый ряд действительно преступлений. Не очень крупных. Не самых крупных. Да, видимо, значит, на групповое изнасилование он право не получает при этом. Зачем это нужно? Это явно работа лизоблюдов, которые хотят понравиться. Но ведь это одновременно означает, как с чеховским ружьем знаменитым, что когда такой закон готовят и вешают на стенку, значит, он в конце концов понадобится. Это значит, что Владимир Владимирович на выходе. А вот зачем все равно принимать эти законы? Вот юридическая какая-то у меня несостыковка, если в Конституции уже все это записано. Это необходимое решение или это действительно, как вы говорите, вот такое вот лизоблюдство? Давайте еще и закон примем. Ну, нет. Раз у вас есть Конституция, а под нее не принят закон, по самой психологии нынешней команды в Кремле, это ничего не значит. Конституция ничего не значит. Мало ли чего там записано? Там еще, может быть, свобода слова записана. Ну и что? Закон где? Покажите закон. Вот вам закон. Значит, этот закон хочет Путин. Зачем-то? Почему? Это значит, что он не смотрит на происходящее с исторической точки зрения. Часто говорят, Путин хочет оставить себе запись в истории. Да плевать ему на запись в истории. Он смотрит на все это как на регуляторную ситуацию. Вот сюда направо можно, налево нельзя. Трогать президента нельзя. Вообще вот сама идея пожизненного сенаторства, подумайте, она говорит о том, что человек просто глубоко ненавидит равенство. Это никого другого смысла, мотива в этом нет. Видите, появляется с одной стороны среди сенаторов, появляется сенатор, который имеет право на некоторые преступления, а другие сенаторы не имеют право на некоторые преступления, и, как мы знаем, их очень даже хорошо сажают. А его посадить нельзя. С другой стороны, он как дурак сидит среди этих сенаторов, которые являются туховыми назначенцами, скучными, олдскульными, перхоти, можно сказать, типа вот людей, типа Крошенинникова, Клишиса, то есть которые делают просто то, что им сказали. Ну понятно. А скажите, вот Путин воспользуется, на ваш взгляд, этим предложением, пожизненного сенаторства, а ведь ему будет уже больше 80 лет. Нужно ли ему вообще это? Если даже два срока еще у нас Путину. Да какие два срока? Да не будет он и до 24-го. До 24-го он не досидит. Да какие два срока? Почему? Нет, тут все понятно, он на выходе. Система с трудом, понимаете, с трудом скрипя год-два дотерпит его присутствие в центре. За это время надо быстро-быстро выстроить сценарий перехода. Ну не исключено, что не дотерпит, а тогда это будет в следующем году. Такие что два-три срока. Правильно я понимаю, что вы поддерживаете вот эту теорию, предположение о том, что Путин просто не хочет быть хромой уткой, то есть быть таким человеком, у которого типа по закону и по конституции вот он может еще хоть там вперед ногами править, но будет сам решать, как ему действовать. Не буду я хромой уткой. Да при чем тут утка? Это колесо то самое. Доедет до Тамбова или не доедет? Да не доедет это колесо до Тамбова. Понимаете? Уже не доедет. И поэтому, значит, дети, которые там толпятся, значит, жадную толпой, стоят, так сказать, на местах родителям, чтобы их занять. Кто это все будет держать еще до 2024 года даже? Кто это выдержит? Кто это сможет? Это смотри, что Лукашенко делает, значит, по значительно более на самом деле благоприятной для него ситуации, где еще сохраняется управляемость в принципе системы. А здесь уже управляемость-то потеряна. А белорусский сценарий возможен в таком случае, Глеб Олегович? А белорусский сценарий невозможен, потому что народ не будет выходить, русский народ, в воскресенье, каждое воскресенье протестовать. Абсолютно исключено. Все будут держать верхи, да, по-прежнему? Элиты? Нет, будет комбинация того и другого. И скорее всего будет какая-то проигранная война. Это, я думаю, к этому верхи идут к какой-то войне. Они не очень хотят, но с другой стороны непонятно, как избежать. Они идут к какой-то войне, которую проиграют. И потом уж вы знаете, кому вы будете предъявлять эти справки от клишеса о том, что вас нельзя трогать. Да, понятно. То есть, получается, из вашей логики все то, что сегодня в Госдуме происходит, это все бессмыслица какая-то? Ну, некоторое, она понятная, это бессмыслица понятная, совершенно понятная выделение желчи данным аппаратом. Он не может так не работать. Он так работает. Вот он производит эти бессмысленные бумаги, как производит часто бессмысленные законы. А по бессмысленным законам людей сажают на много лет. Поэтому, вы знаете, я бы на месте Владимира Владимировича подумал, что именно к нему будет применено при изменившихся обстоятельствах теми же самыми людьми. Что будет говорить вот этот самый там Лишес, или кто там сегодня пугал коммунистов? Это самое в Государственной Думе, что, мол, уходите. Минх, вот этот Минх будет, поедет с ордером на арест к Путину. Это все представимо, мы все это видели, понимаете? Мы все это видели. Но, конечно, будут большие беспорядки местного значения. Россия слишком большая страна, чтобы не одновременно происходило что-то одно, одинаковое. Будут разные события в разных местах. Вы символично сказали, да, что они сами относятся номинально к этой конституции, которую так обнуляли. Конечно, конечно. Поэтому они считают, а вот если я лично приму этот закон, то вот этот закон будет действовать. А кто будет его приводить в действие-то, подумать бы. Они там смешные вещи делают. Вы знаете, они награждают еще, это незаметно публике, они награждают друг друга орденами, высокими, в статус которых входит неприкосновенность по ряду уголовных статей, неподсудность. То есть у нас есть такое, входит статус высоких орденов, такой добавочный, такой бонус. И вот они специально награждают свой тесный круг вокруг президента этими орденами, чтобы никто их не тронул. Но это же смешно, они где-нибудь бренчать этими орденами перед кем? В Совете Федерации, видимо. Хорошо, спасибо вам большое, Глеб Олегович. Глеб Павловский, политолог, был с нами на связи. Говорили о пожизненном, а возможно и нет. Там увидим, в общем, Путине. Идем дальше.